Всем доброго вечера. Меня зовут Рина Маркелова-Агапова. Прошу вас дать обратную связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня видно и как меня слышно. Задержка будет где-то 10 секунд. Жду от вас обратной связи, и мы будем начинать. Да, Нина, начинается вебинар. Оставьте плюсики, как меня видно и как меня слышно. Плюсик, хорошо. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. С 2013 года я принимаю участие в проекте Whole World всем миром. Что вас сегодня ждет на вебинаре? Я вам расскажу свою историю становления, как я превратилась из бедной учительницы в состоятельную женщину. И если вы будете с нами до окончания вебинара, я вас научу зарабатывать большие деньги. Сейчас я чат смотреть не буду. И все ответы на вопросы будут после окончания вебинара. Или, может быть, в середине вебинара тоже буду их задавать. Родилась я, ну, конечно, начну не с самого рождения. Выросла я в небогатой семье. И в детстве у меня была мечта. Я хотела, как и моя мама, стать педагогом. Я еще тогда не знала, что педагоги очень мало зарабатывают. Закончила я педагогический колледж. У меня даже высшего образования нет. Закончила 9 классов. Поступила в педагогический колледж. И в 19 лет я уже работала педагогом. Зарабатывала я тогда, если на доллары перевести, это 50 долларов в месяц. Как сейчас у нас 2800 рублей. Это были 90-е годы. Зарплаты, конечно же, не хватало. И моих нервов хватило всего лишь на два года. Потому что современные дети требуют к себе внимания. И зарплата меня совсем никак не устраивала. И в 97-м году я уехала покорять Москву. У меня тогда была мечта. Ну, я хотела вырваться от родителей, жить самостоятельно. И уехала я в Москву и вышла замуж. У меня была мечта купить хотя бы комнату в Дальнем Подмосковье. Примерно тогда она стоила в 90-е годы 10 тысяч долларов. Я уже не работала педагогом. Я выучилась на парикмахера и работала парикмахером. И зарплату учительскую я делала за 4 дня, работая парикмахером в мужском зале в Москве. Проработала парикмахером я 17 лет. Конечно, здоровье у меня ушло. Это постоянно дышать мелкими волосами и постоянно на ногах. У меня болела спина, шея, ноги. И я работала по 12, а то и по 15 часов в день, день через день. И потихонечку откладывала деньги. Но так как я жила на съемном жилье, и хотелось ей одеться, и куда-то сходить в клуб, и куда-нибудь съездить в отпуск. В общем, родила я потом дочку, вышла замуж. И прошло еще 10 лет. На комнату мы так и не насобирали. Когда я вышла замуж, конечно, я сидела в декрете, стригла дома. И, в общем, мечта не сбылась. Комнату я так и не купила. Потом мне тогда еще на тот момент муж первому сказал, что он зарабатывал в такси 32 тысячи рублей на тот момент. Это был 2010 год. 10-11 год. За дом в Подмосковье мы платили 20 тысяч. Я сидела в декрете. Вот отнимаете 32 тысячи, отнимаем 20 тысяч. Получается, 12 тысяч нам оставалось на семью. Ну и он мне говорит, давай уедем куда-нибудь на юг, тем более в Москве взрывы начались. И что мы, 12 тысяч не заработаем на юге? И, в общем, комнату мы не купили, а купили мы на юге. Малосемейку их здесь называют. Я живу в селе 40 километрах от Ростова. 29 квадратных метров. На работу в парикмахерскую я не пошла. Я стала стричь дома, работать на себя. Думала, что я буду работать на себя, и тогда денег будет больше. Я брала клиентов домой, но в это общежитие не все ходили, потому что там постоянно наплевано, грязно, бутылки, окурки и так далее. Ну, одним словом, общежитие. И в одной социальной сети в 2013 году мне попался проект-презентация, которую вы все прекрасно знаете и видели. Тогда компания называлась Goldline International, сейчас она называется Всем миром. И я тогда рассказала всем мужу, что я хочу участвовать в этом проекте. Он меня не поддержал. Мало того, он был категорически против. И сказал, что ты потеряешь все деньги. У меня никакого опыта работы в интернете не было. У меня компьютер тогда только появился. Я даже слово «привет» печатала одним пальцем. И говорит, ничего у тебя не получится, все равно тебя обманут, и ничего ты не заработаешь. Сказание помощи на тот момент было 50 долларов. Фонда еще не было. Была касса взаимопомощи. В общем, отговорил меня. Прошло 6 месяцев. Кстати, я до сих пор жалею о том упущенном времени, об этих 6 месяцах. Прошло еще полгода, и опять я в социальной сети встречаю эту презентацию. И я на тот момент уже думала, вступлю втихаря, чтобы с мужем не было ссор. Так как мы жили в малосемейке, ввели тогда благотворительный фонд. Оказание помощи равнялось 50 долларов, и плюс фонд 20. И активация кабинета, в общем, заплатила я тогда 75 долларов. Ну, работать в интернете и жить в одной комнате, когда у дочки, у меня и у мужа один компьютер, и скрывать свое участие в проекте было невозможно. Я рассказала все мужу, и был большой скандал. Но потом... Прошел месяц, у меня опыта не было вообще никакого, но мне помогал информационный спонсор. Спасибо ему большое. Когда я заработала свои первые 10 долларов, у меня был просто взрыв мозга. Это работает. Они мне поступили сразу на единый кошелек. У меня тогда была карточка Маэстро, на которую нельзя было вывести деньги. Я пошла, заказала себе карточку виза и сразу же вывела свои первые 10 долларов. Я поняла, что в интернете стать миллионером можно. Это просто вопрос времени. Меня не поддержали люди. Сомнения были, но когда я получила первые деньги, сомнения исчезли. То есть, если один человек переводит деньги к другому человеку, а тот человек, который он переводит, получает, то обмана здесь нет. Один переводит, другой получает и выводит их на карту, потом идет в банкомате, снимает. Никакого обмана здесь нет. И те люди, то есть люди, родственники, мой бывший муж, знакомые, соседи, никто меня не поддержал. Все смеялись, все показывали вот так пальцем. Если у дочки одноклассники узнавали и спрашивали, какой лабудой твоя мама занимается, спустя 4 месяца активной работы в этом проекте мы с моей дочкой первый раз улетели в отпуск за границу. Это все благодаря проекту. Сейчас я живу 1200 километров от столицы. Все ведь туда, в Москву, едут зарабатывать, но все у них уходит на жилье. Либо 10 человек складываются и живут в одной комнате, и оставляют свои семьи. Я живу 1200 километров и зарабатываю 10 или 20 московских зарплат в этом проекте. Так что же это за бизнес? Сейчас я вам покажу экран. Меня видно не будет, потому что либо показываю экран, либо себя. Это легальный бизнес. Поставьте, пожалуйста, плюсики, видно ли мой экран. Жду от вас обратную связь. Напишите, слышно или нет. Что же это за программа? Это программа развития общественной благотворительности, в основе которой лежит концепция партнерского фандрайзинга. То есть чем занимается фандрайзинг? Привлечением денежных средств на благотворительность. И участники получают за свою работу, за то, что они привлекают денежные средства на благотворительность, денежные переводы. Сколько же можно здесь заработать? Да, очень много. Размер вашего дохода не ограничен. Все зависит только от вашего желания. Сейчас я вам покажу, сколько здесь можно заработать. Все вы уже видели. Кто не видел, обязательно посмотрите, как это работает. Вот эти две презентации. Вот, которая с правой стороны. Вот эта презентация мне попалась на глаза в 2013 году. Рассчитаем сейчас, сколько можно заработать. Вот, если вы пригласите одного человека в месяц. Поставьте, пожалуйста, в чат единичку. Можно ли пригласить одного человека за год? Скольким людям вы можете передать благотворительную эстафету за год? Поставьте, пожалуйста, единичку. Можете ли вы за один год пригласить одного человека? За 365 дней пригласить одного человека? Плюсик, единичку поставьте, пожалуйста. Я думаю, это под силу абсолютно каждому человеку. И нереально, Александр. И если каждый из ваших партнеров по команде также пригласит одного человека, ваш личный доход будет 50 долларов. Ну, за год. Это же смешно, друзья. Представьте, вот 5 человек пригласить за один год. Это тоже вполне реально. То есть за 2 месяца одного человека даже еще останется время. И этот человек, каждый из ваших партнеров по команде также пригласит 5 человек за один год. Ваш личный доход составит более миллиона долларов. Вот так. Так, сейчас я... Я, кстати, не заработала здесь миллиона долларов. Установить экран. Сейчас появится изображение. Конечно же, это все теория. А как же обстоят дела на практике? Конечно, вам рисуют в презентации, что вы будете зарабатывать более миллиона долларов. Например, вы приглашаете, а ваш партнер заболел, либо пошел какие-то хайпы искать, либо что-то еще. И не получается так, как рассказано в теории. Но за 4 года работы в проекте я заработала около 17 миллионов рублей. Я купила 3 квартиры. Не знаю, Наталья Беспалова есть на вебинаре. Напиши, пожалуйста, Люсик. Мы жили с ней в одном общежитии в 2012 году. Она ходила ко мне стричься. И она прекрасно видела и знала, что я участвовала и участвую в этом проекте. Она приходила и постоянно наблюдала. Она знала, что мы уезжали за границу с дочкой. Потом, когда я купила двухкомнатную квартиру, она приходила ко мне в двухкомнатную квартиру стричься. И в ноябре 2016 года я купила трехкомнатную квартиру и сделала в ней ремонт. И тогда Наталья тоже вступила в этот проект и даже сняла видео, как она работала в перекрестке и получала 5000 рублей в неделю. И она наблюдала все эти годы, представляете? А ведь не поверила тогда. И те люди, которые два года назад знали, что я в проекте, полгода назад знали, что я в проекте, год назад знали, что я в проекте, и до сих пор смотрят мои видео и жалеют об упущенном времени и говорили, вот если бы я тогда поверила, два года назад, у меня бы такая структура была бы. А ведь не поверили, а родственники, которые завидовали и крутили у виска пальцем, говорили, сейчас заходят ко мне на страницы, в гости, вот что им там интересно надо, и смотрят, как я делала ремонт, куда я ездила за границу, я же все свои путешествия, все это я фотографирую, в такие рестораны мы ходим и так далее. Я все это выставляю в социальные сети. Они теперь кусают локти. Так, показываю экран. Продолжаем разговор. Проект сотрудничает с благотворительным фондом помощи детям всем миром. Здесь все чисто и прозрачно. Здесь вы можете увидеть детей, которым уже оказана помощь и которым собирают средства. Здесь выложены все отчеты. Есть письменные отчеты и есть видеоотчет. Здесь также можно не участвовать в проекте, а просто помочь какому-то конкретному ребенку. Вот, кто-то 200 рублей отправил, кто-то 100 рублей отправил, кто-то 500 рублей отправил. Мы, я и моя команда ежемесячно тоже отправляем в фонд. Если вы здесь полистаете, вы также можете увидеть наши фамилии. Ведь по законам Вселенной 10% ваших доходов нужно отдавать. И тогда вам Вселенная даст вам много раз больше. Смотрите, что нужно для этого делать, чтобы заработать. Вы принимаете благотворительную эстафету и совершаете небольшое пожертвование. 5 долларов активация вашего кабинета и 100 долларов оказания помощи. Я не буду сейчас рассказывать вам маркетинг подробно. 50 долларов идет в благотворительный фонд помощи детям. Остальные 50 долларов идут как вознаграждение семи участникам вашего сертификата. Далее вы передаете вот, кстати, кто говорит, что 100 долларов это большая сумма. Представьте, если бы оказание помощи было бы 100 рублей. Вам приятно было бы на свой единый кошелек получить 10 рублей. Я думаю, что гораздо приятнее получать по 10, 5 и 15 долларов. Вы совершаете небольшое пожертвование и передаете эстафету другим людям. И они делают то же самое. Таким образом формируется ваша партнерская структура, глубина которой может достигать семи поколений. И количество людей, которых вы можете лично пригласить к участию в проекте не ограничено. Каждый раз, когда кто-либо из ваших партнеров по команде совершает благотворительное пожертвование, вы тоже получаете финансовую помощь. И чем активнее растет ваша партнерская структура, тем чаще вы получаете денежные переводы, а вместе с тем все больше денежных средств направляется на благотворительность. Как вы думаете, действительно ли это так просто? так вы думаете? Просто стать миллионером, если приводить людей на наши вебинары, ведь я обычный участник, я ничем от вас не отличаюсь. Приводите друзей на наши вебинары, и тот, кто вас пригласил на этот вебинар, вы можете зарегистрироваться по его ссылке. зарегистрироваться можно только по пригласительной ссылке одного из участников. Вы будете показывать презентацию, как я в 13-м году посмотрела презентацию, и наш сайт. Все очень-очень просто. Приводите людей на вебинары, закрепляете у себя вконтакте видеопрезентацию и вашу реферальную ссылку, и пишите такой текст. Люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Смотрите, как это работает. Стать миллионером очень-очень просто. На вопросы я чуть-чуть попозже отвечу, очень много вы пишете. Сможете ли вы приглашать хотя бы по одному человеку в месяц? Я думаю, что сможете. Можно же людям показать презентацию и пригласить их на наш вебинар. Можно. А если у вас не получится, хотя не нужно думать, что не получится, то вам в помощь услуга бизнес-автомат. Кстати, на нее сейчас скидка 20 долларов. Такие скидки бывают один раз в год, если я не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что надо этим воспользоваться. Также вы получаете уникальную ссылочку в подарок. регистрируетесь, активируете за 5 долларов свой кабинет и оказываете финансовую помощь. Вам дается лендинг в подарок на один месяц и уникальная ссылка на один год тоже бесплатно. А также 5 тысяч на рекламу рекламной площадки Сёртвернер. Вы можете пополнить свой баланс, получить эти 5 тысяч рублей и использовать их на рекламу. Как же получать здесь деньги? Спросите вы. Готовьте, кстати, свои вопросы. Получать здесь деньги очень просто. Деньги в проекте не хранятся. Деньги поступают сразу на единый кошелек участников. Вы можете поступать в долларах. с единого кошелька вы можете их внутри кошелька обменять. Либо через обменник, либо внутри кошелька. И сразу же вывести их на свою карту. Идёте в банкомат и снимаете. Всё очень просто. Риска здесь нет никакого. Кто очень долго думает, ну, компания работает с 2011 года, очень многие мне пишут, что Goldline закрылся и всех кинул. Да не закрылся он. Goldline теперь носит название всем миром. All World переименовали, потому что ввели благотворительный фонд, и Goldline стало неуместным названием. Потому что речь касается больных детей, поэтому его переименовали. Компания не закроется, потому что компании невыгодно закрываться. Это не пирамида. Компания не принимает на свои счета деньги и не выплачивает вкладчикам. Поэтому это не пирамида. Выводите деньги с единого кошелька, и многие спрашивают, законно это или незаконно. Да, компания легальная, никто вас в тюрьму не посадит, и деньги дарения налогом не облагаются. Очень многие спрашивают, должна ли я платить налоги. нет, налоги вы платить не должны. И ни один закон, никто и никогда не может запретить одному человеку дарить добровольно свои деньги, отправлять, куда он хочет и кому хочет. Поэтому, если вас пугают прокуратурой, вся прокуратура уже в нашем проекте, вы говорите, что никто и никогда не может запретить мне подарить кому-то деньги. Нет таких законов. Роль Костя забыл. Готовьте свои вопросы. Что же вам теперь делать? Если вы еще не зарегистрированы, обязательно возьмите ссылочку у того, кто вас пригласил, либо найдите себе партнера, зарегистрируйтесь, активируйте свой кабинет, деньги в единый кошелек заносить не нужно. Активация кабинета, выбираете способы оплаты, Киви кошелек, Perfect Money, карточка Visa, MasterCard, очень много способов оплаты. Для тех, кто активировался, но еще не оказал финансовую помощь, оказывайте финансовую помощь, потому что время, деньги, вы можете еще год-два подумать, а проект будет работать, и потом вам все равно в новостях где-нибудь вы увидите, что проект работал, вы будете локти кусать, что вы два года назад зарегистрировались и очень долго думали, и за это время могли уже такую структуру построить, и эта структура будет работать на вас. Я сейчас получаю пассивный доход, потому что мало того, что за четыре года моя команда работает, она еще оказывает ежегодную финансовую помощь по правилам системы. На работу я не хожу. Кстати, встречи я тоже бросила, как только мы купили трехкомнатную квартиру, потому что у меня квартира была вся в волосах. Денег мне вполне хватает, и еще в прошлом году я в проекте встретила свою судьбу. С тем мужем, который меня не поддерживал, я разошлась, и в этом проекте я встретила человека Бориса Маркелова, который с 2012 года уже был и сейчас есть в этом проекте, и мы теперь строим свою структуру вдвоем, и наш доход увеличился во много-много десятков раз. Сейчас у меня тоже есть мечта, у меня уже все есть, у меня есть пассивный доход, у меня есть любимая команда, как говорил Конфуций, выбери себе дело по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. У меня тоже есть мечта, я теперь хочу таунхаус, может быть, ближе к морю, ну, как-то так, еще хочу я объездить весь мир. Что делать дальше? Просто показывайте людям сайт и презентацию. Блендинги показывайте, калькулятор доходов показывайте и приводите их на вебинары, вы будете купаться в деньгах, славе и исполнять ваши мечты. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, можете их писать. Так, пролистаю я все вниз. так. Кстати, кто еще не подписался на рассылочку, подпишитесь, и вы будете в курсе всех вебинаров и новостей. прошло несколько месяцев, как мой сертификат заполнен участниками и тишина. Алексей Мальков, а что вы делали для того, чтобы пригласить хотя бы несколько человек и обучить их, чтобы они также приглашали людей в вашу команду? Почему у меня есть результат, а у вас нет? Значит, вы ничего не делали. А просто оказать помощь, и дети ждать, и ничего не делают. У меня подлежащий камень вода не течет. Вот Сергей Воронцов. Сергей Воронцов у нас человек глухонемой, он только видит, он не слышит, но он и вся его семья работают с 2014 года, и он постоянно в топе. Юлия Бирюкова, если вы увидите, он раньше работал на токарном станке, Юлия Бирюкова, родственница их, постоянно в топе. Вот молодец. Человек инвалид не слышит и разговаривать не может, печатает, и то непонятно. Почему он может, а вы не можете? Человек тоже бросил свою работу. В Иваново мало рабочих мест. Почему он умеет приглашать, а вы нет? Вот странные люди, у всех есть нос, рот, глаза, два уха, одна голова, две руки. Ну, я не имею в виду инвалидов. Если есть у вас хотя бы один палец и выход в интернет, я думаю, что не составит никакого труда звать людей и показывать им презентацию. Каждый день у меня просят в долг, пойди и заработай. Развод, ребята, помогите. Что-то по-грузински написано. В чем развод? Вот кто вас в чем обманул? Вот я вам, например, на единый кошелек переслала один рубль и вы его получили. Кто вас в чем обманул? Вот скажите. Говорила 10 процентов, а тут 5 баксов мало, так надо еще 100 баксов. Дорогой товарищ, а вы не удосужились посмотреть презентацию, если вы на русском языке умеете писать, есть презентация сейчас уже на 8 языках, если я не ошибаюсь, посмотрите презентацию, там сказано, активируйте кабинет за 5 долларов, оказывайте финансовую помощь 100 долларов, неужели 6 минут вы не можете посмотреть, кто вам врет? На сайте все сказано, никто никого не обманывает. Какие 10 процентов? Тут нет никаких 10 процентов. Это не вклады и не инвестиции. Развод хороший, как в MLM. Мне еще ни один человек не доказал, в чем развод и кто здесь кого обманывает. Вы приглашаете, люди окажут финансовую помощь, вы получаете деньги. Кто кого обманул? Почему я получаю финансовую помощь? Ничего не сделали, ничего не получили. Правильно, Виктор Задонский. Они ничего не делают, нет результата. Я вложил 100 долларов и люди есть, а мне переводить деньги никто по ходу не собирается, а вы на них в рестораны ходите, я повторяю, ни один никто не перевел, полгода прошло, да вы что говорите? Я на ваши деньги в рестораны хожу, да, я еще 4 раза в год в отпуск летаю, потому что у меня команда работает, я 4 года отдала этому проекту, а вы что сделали за полгода? Почему вам никто не переводит? Значит вы ничего не делаете. Ирина, часто такой вопрос поступает, какая гарантия, что я заработаю 100 долларов, немаленькая сумма, и часто утверждение, а какая гарантия, что вы завтра не умрете? Я вот спрашиваю, может вы завтра умрете, какая гарантия? А какая гарантия, что вы работать будете в проекте? Какая гарантия? А и не надо никого приглашать, показывайте людям презентацию, вот я никого не приглашаю, люди идут сами. Вы хоть раз видели, чтобы я кому-то прислала спам, приходите, тут такой крутой проект. Я работаю методом стула. Знаете, что такое метод стула? Вы притянули стул и сказали иди ко мне в проект, тут так круто. Отпустили стул, а он на место встал. То есть вы притягиваете людей, они отталкиваются. А если вы будете отталкивать, то есть оттолкнули стул и сказали идите на наемную работу, вы нам не нужны, мы будем получать переводы, не надо, сомневаетесь, работайте дальше. Отпустили стул, а что он делает? Он притягивается. То есть отталкивая, вы притягиваете людей. Я вот всегда говорю, никого не зову, без вас народу хватает. Развод хороший, так и получается, то им деньги капают, а не на помощь детям. А вы докажите, что на помощь детям деньги не идут. Все отчеты, все видео отчеты. Что говорить людям, у кого не получается пригласить, которые оказали помощь, но не получается или не хотят приглашать. Постоянно меня упрекают, что я их кинул, обманул. Кстати, Артем, спросите у них, когда они оказывали помощь, у них такая кнопочка была в кабинете. Я добровольно оказываю финансовую помощь. Добровольно. Не вы их кинули, обманули, а они добровольно оказали финансовую помощь. Писали легко приглашать, но люди не идут. А что они сделали для того, чтобы люди шли? Тратят много денег на рекламу, на разную рекламу. Как быть? Приводите их на вебинары, давайте посмотреть им презентацию, спросите у них, может быть, какие-то сомнения есть. И вообще по структуре всем зарегистрированным надо отписываться. У них есть телефоны. Я, кстати, каждому зарегистрированному пишу на телефон смс, у меня безлимитные смски. я пишу, я ваш информационный спонсор проекта всем миром. Инструкцию я вам отправила на почту и на почту отписываюсь. Работать надо со своей структурой. Короче, пока в ресторан сходи. Алексей Мальков. Значит, вы сидите на диване и ничего не делаете. жду еще ваших вопросов. Датами работать надо везде. Вот вы, когда в реальной жизни устраиваетесь на работу, вы же что-то делаете целый месяц, а потом вам за это платят деньги. А вы что, хотели ничего не делать, деньги получать? Вот, Анна, я об этом и говорю, только лохи ведутся на такой развод, сочувствую тем, кто свои кровные готов всяким лохотрончикам отправлять. Анна Самойлова, докажите, что это лохотрон. Мне за четыре года ни один человек не доказал, что это лохотрон. Человек отправил деньги, другой человек получил деньги. Кто кого обманывает? Почему воздух? А как же благотворительный фонд? А как же помощи детям? Вы много видели людей, которые просто ходят и оказывают помощь? Проект уникальный. Искать людей, которые будут оказывать помощь и за свою работу получать денежные вознаграждения. Поработайте в косметике. У нас в команде есть такие, которые полтора года отдали своей жизни на Reflame, на Avon, на Faberlic. И все возвращаются все равно к нам. Потому что этой косметики в интернете. Никто ее не хочет покупать. А к нам 6 лет люди как шли, так и идут. У меня по 25 регистраций в день. Мои команды тоже. Откройте мониторы, увидите сколько людей. У нас уже, кстати, 902 тысячи людей. Вы думаете, что они все дураки, 902 тысячи? И вы думаете, что я в 2013 году вложила деньги и до сих пор 4 года эту сумму отбиваю? Очень смешно. В проекте сказано, оказано помощи 50 детям, но мне кажется, за 5 лет должно быть больше. Потому что, Юрий, в 2014 году фонд шло 20 долларов, а потом сделали 50, то есть 50 фандрайзера на вознаграждение и 50 фонд, все поровну. И фонд был, в 2011 году фонда не было. Была как касса взаимопомощи, люди переводили деньги друг другу. Поэтому за 6 лет работы за 5,5 больше быть не может. И, кстати, на главной сайте там такие вопросики, если вы увидите, написано, почему должно быть. Сейчас покажу. Монитор откроем. вот здесь вопросики, видите, такие. Общая сумма средств, переданная участникам на благотворительность за все время сотрудничества проекта с благотворительным фондом всем миром с января 2013 года. Сначала по 20 долларов уходило в фонд, а потом сделали по 50. Не с 2011 года, поэтому фонд не 5 лет существует. Кстати, в проект можно, то есть на 100 долларов приглашать легче, чем, например, в какой-то неизвестный хайп. Я была в проектах, где вход было 100 рублей, и вы тратите столько же труда, приглашая на 100 рублей, а потом этот проект закрывается, и вся команда говорит, что вы их куда-то затащили. Я считаю, что надо работать в проверенном проекте, который проверен временем, нам уже некому ничего доказывать. 6 лет стабильной работы это дорогого стоит. Да, да, вот Татьяна потеряла полтора года на косметике, я вот про тебя и говорю, ничего не заработала, здесь первую неделю получила первый перевод. Да, перевод мне тоже был, потому что Татьяна Ворошилова от меня третий уровень. Нет товара, нет прибыли, закон джунглей. Анна Самойлова, я заработала около 17 миллионов рублей, откуда вы знаете, что нет прибыли? Кстати, для неверующих я 4 года снимаю свои доходы, как я жила в общежитии, как я ставила планы, как я переехала в двухкомнатную квартиру, как я переехала в трехкомнатную квартиру, как я делала ремонт, каждый день снимала, как мне делали строители ремонт. Это для неверующих. Анна, вы можете ходить на работу дальше, сомневаться? Вы думаете, в проекте 6 лет дураки работают? Сергей Лисицкий, работает на все 100, лично проверил. Я оказываю помощь реальную, иду, покупаю в детский дом малютки, отношу, вот это помощь, а здесь тупо на ваши деньги живут те, кто лажу придумал. Я хожу в церковь, и здесь оказываю помощь, и родителям своим помогаю. Кстати, папа мой в 75 лет купил нормальную иномарку, что себе не мог позволить, за 28 лет он мотался по горячим точкам и в армии отдал все свое здоровье, и не мог, ездил на четверке, не мог позволить себе машину. Папа тоже в проекте, ему 75 лет, он получает на полном пассиве, и мама моя в проекте, и мой муж в проекте. Семейный бизнес, который передается по наследству. Кстати, много таких вопросов, если нет 18 лет, может ли человек работать, но его кабинет никто не заблокирует, и верификацию никто у него запрашивать не будет, то есть пусть работает. Сочувствую вам, вложив 100 и получив 10. Анна, что же вы тут никак не угомонитесь? 10 получит, и 15 получит, и 100 получит, и несколько тысяч долларов получит. Я могу вам показать по скайпу все свои доходы. Кстати, вот мой смартфон, сейчас покажу, как приходят переводы. Переводы от WalletOne, единый кошелек. Вот, смотрите. Видно, да? Хорошо видно? Каждый день по 5 долларов, 10, 15. WalletOne, единый кошелек, который привязан к моему аккаунту. Каждый, каждый день. И так далее. 6 лет, как я в проекте, Людмила, не получила ни копейки. Да, я верю, что вы для себя и родственников работаете. Не верю. А что вы делали 6 лет? Вы каждый год активировали свой кабинет? А вы приглашали людей? А вы что-нибудь делали? А вы показывали хоть одному человеку презентацию? А вы хоть одного человека в год пригласили? Да ничего вы не делали. Не верующих не переубедить. А зачем их переубеждать? Пусть остаются в своей зоне комфорта, с долгами, с кредитами. И за нами наблюдают. А ведь за мной наблюдают уже 4 года. А потом приходят. Ведь не верят. Ну и пусть не верят. Мы никого не собираемся переубеждать. Анна, скрины вы найдете. Да не скрины, а на моем канале найдете онлайн. Здесь я никаких скрина выставлять не буду, потому что это официальный вебинар. Себя я пиарить здесь не буду. Если вопросов больше нет, тогда будем заканчивать. Участники вебинара, скажите мне, пожалуйста, как называется, выпрашивание денег у народа для помощи детям по центральному телевидению. А ведь там выступают люди, известные всей России. Да, может и так. Кто-то что-то выпрашивал, каждый добровольно оказывает помощь. Абсолютно добровольно. Да, ищите на страничке, заходите, там столько скринов за 4 года. И ждите дальше, через 5 лет потом посчитайте. Ждите еще, конечно. И задам я вам напоследок несколько вопросов. Напишите, да или нет. Поступает ли вам доход 24 часа в сутки. Пишите, либо да, либо нет. Вот вы спите, а вам деньги поступают. Напишите, поступает ли вам доход 24 часа в сутки. Игорь Ершов, про мою методику я не буду рассказывать. Тема у нас другая. Да, Натали поступает, Елене Стрелец поступает. А кто работает по найму, не поступает. Вот, Аятулла Гамзаев, не поступают деньги. Анна Самойлова плачет. Ну, конечно, потому что ей деньги не поступают круглые сутки. Это мне, которые спрашивали, какой лабудой ты занимаешься. Вот я им задавала эти 4 вопроса. Следующий вопрос. Будет ли вам поступать доход после вашей смерти? Все мы смертные, все мы умрем. И вашим детям, и внукам после вашей смерти будет поступать доход или нет? Вот во сне Людмиле поступают. Вот мне во сне поступают. Я вам показывала переводы сейчас. Мольги не поступают. Вот. Будет ли вам поступать доход после вашей смерти? Вот человек умер, а ему поступают переводы. Вот. Будет один год, не более Виктору. А свой бизнес я могу передать дочке. Она будет в едином кошельке пройдет верификацию, привяжет свой кошелек и будет поступать от моей структуры. Все очень просто. Следующий вопрос. Если ваш источник дохода иссякнет, сможете ли вы целый год прожить без такового? Вот вы ходите на работу. Это линейный доход. Даже если вы директор, получаете много денег. Вот вы пока ходите на работу, вы получаете деньги. Как только вы уволились, вы не получаете деньги. Итак, а я получаю деньги. Вот мы летали в сентябре в Волгарию, я не работала, мой муж Борис тоже не работал, а нам переводы поступали по многу в день. Юрий, не могу я здесь пиарить ни свои каналы, ни свои страницы. Участникам это запрещено, когда приглашаем все структуры. Да. При возможности всегда в интернете можно любого человека найти. Вот так, мои друзья, будем заканчивать. Кто еще не активировал свои кабинеты, активируйте. Кто еще не оказал финансовую помощь, оказывайте. Не надо терять дни. Ведь время это самая ценная валюта в нашей жизни. Время его не остановить. Оно идет, идет, идет. Посчитайте, сколько вам осталось до старости и смерти. И вы будете жалеть о том, что вы еще не сделали в этой жизни. У нас уже все есть. Мы получаем свои переводы. И нужно двигаться, нужно развиваться, идти вперед. всем вам желаю счастья, удачи, спасибо, что вы пришли на вебинары. Удачного дня и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok